Министерство экономического развития на своем сайте опубликовало список предприятий, которые имеют просроченную задолженность по выплате зарплаты более трех месяцев. Это типография номер один, инженерный центр и филиал киноэксперта. Эти предприятия задолжали своим работникам в общей сложности 16 миллионов рублей. Как будут решать проблему невыплаты зарплаты в республике, рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Сейчас в республике средняя заработная плата 20 тысяч 800 рублей. В бюджетной сфере на предприятиях химической промышленности и электротехники она несколько выше. В машиностроении ниже. В среднем за год, по данным министерства, рост составит около 4%. Но все же на некоторых предприятиях сложилась неблагоприятная ситуация по выплате зарплат. У нас на 13 октября мы зафиксировали задолженность по заработной плате на уровне 16 миллионов рублей. Это у нас типография, есть инженерный центр, одно из коммерческих организаций, кинокаскад. Типография находится в процедуре банкротства, наблюдения. То есть от реализации имущества заработная плата будет в полном объеме выплачена тем работникам, которые находились в тот момент на этих предприятиях. Задача до конца года всю эту задолженность погасить. Полностью погасили долги перед своими работниками сельхозпредприятия «Агрочайки» Урмарского района и промтрактор «Вагон». Были проблемы на промтракторе «Вагоне». Сейчас этот вопрос тоже решили. Задолженность, возможно, текущая она имеется, месячная задолженность по зарплате. Но просроченной задолженности для нас, самое главное, ее нет. То есть они тоже в ближайшие месяцы, сентябрь, октябрь, они выплачивали и компенсировали. Но я опять же говорю, что, поймите, для предприятий очень важно сохранить сегодня. Они будут делать все возможное для того, чтобы выплатить зарплату, удержать его, состимулировать. Это время тяжелое, оно пройдет в любом случае. Они занимаются производством непрофильной продукции, я имею в виду, что не вагоны. По данным министерства, снизилась задолженность по выплате зарплат и на Суоре. Мы мониторим, и к нам спускаются сведения о просроченной задолженности, ну или трехмесячной. Если образуется, то мы принимаем меры сразу же. Я так понимаю, что были у Суоры задержки по зарплате в течение месяца. Сейчас, насколько мне известно, задолженность погашена частично. Частично задолженность еще сохраняется. Но компании предпринимают все попытки для того, чтобы ее ликвидировать. Я думаю, что до конца года все эти вопросы будут решены. Министерство экономического развития сейчас ежедневно мониторит ситуацию по выплатам зарплат на предприятиях республики. Под контролем каждое проблемное предприятие. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.